Доброе утро! Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ. Меня зовут Александр Вальбин. Программа «Разбор полетов». И сегодня мы разбираем полеты юридического советника правительства Юды Вайнштейна, который наконец-то вынес решение по делу Авикдора Либерман. И помогут мне в этом сегодня журналист Макс Лурье и публицист, писатель Давид Шехтер. Добрый день, друзья! Добрый день, друзья! Вопрос, который напрашивается сам собой. Гора родила мышь или господин Либерман понес заслуженное наказание? Макс Вайнштейн родил мышь. Тут, наверное, надо понять, просто как бы поставить точки некоторые, расставить акценты. Дело в том, что главное обвинение против Либермана по так называемым подставным компаниям, как Хеврод Каш, подставные липовые, я не знаю, как точно сказать. Фиктивные. Фиктивные, да. Оно развалилось. И это то самое дело, которое полиция вела, по-моему, с 1999 года. Второе дело, по которому против Либермана рекомендовано выдвинуть обвинительное заключение, это так называемое дело израильского посла в Беларуси. Того самого, который несколько месяцев назад был осужден аж на 4 месяца общественных работ. Да, тоже дело было, так сказать. И по этому делу, значит, выдвигается обвинение в том, что в злоупотреблении общественным доверием и в обмане, в мошенничестве, не знаю, как точнее сказать. Обман, обман. Мирман. Понятно, что закончится этот процесс, если он, конечно, состоится и не будет там до судебной сделки. Я ни адвокат, ни юрист не могу, так сказать, прогнозировать юридический аспект этого дела. Но совершенно понятно, что закончится оно тем, что Либермана отправят, подобно, так сказать, Рамону, может быть, на конюшню, так сказать, за лошадьми, может быть, ухаживать получше. Там 40-50 часов общественных работ. И на этом дело громкое, громкое дело закончится. Вопрос в другом. Вопрос в том, почему дело, которое продолжалось почти там 15 лет, завершилось именно в канун выборов. И с этой точки зрения, мне очень хочется по-ленински, так сказать, воскликнуть вслед за нашими израильскими большевиками, какая правильная книга. Учитывая особенно то, что обвинительное заключение составляет примерно 100 страниц, то это уже как книга. И очень уж подозрительно, что она вышла совершенно своевременно. Тавид, ваше мнение? Я хочу сказать, что сегодня у нас 13 декабря. Хороший день. 13 ноября в этой же студии я сказал, что будет обвинительное заключение. Все, к тому шло. Было понятно, что это уже стало просто делом чести прокуратуры. Они столько лет мурыжили Либермана, что они не могли ему ничего не вставить. Что касается главного этого дела в кинокомпаниях, то оно не развалилось. Там просто у них оказалось недостаточное количество свидетелей. То есть свидетели-то были, но поскольку они так долго тянули, кто-то получил инсуль, кто-то умер, кто-то передумал. Главная свидетельница бухгалтера Шаскибра сказала, что я забыл вообще все эти дела Либермана, поскольку торжество момента, когда Ваня Шмин сказал, что я вынесу обвинительное заключение, прошло годы 8 месяцев. То есть это вообще нет никаких прецедентов. Поэтому они, понятно, они не могли это оставить так. Что-то надо было найти, а тем более, что было, было. И на самом деле я с тобой не согласен, это серьезное обвинение. Потому что вот у Фланчка, то есть у Бенри, у него там как бы он показал, а нарушение общественной доверии, что предъявляет Либермана, что он получил эту информацию. И несмотря на это, он не сказал о том, что он ее получил, когда он продвигал этого человека на пост своего советника, а потом на пост посла. Это называется нарушение общественного доверия. И это подпадает под решение богатства по поводу высшего суда справедливости, по поводу Дели и Пинхаси. То есть чуть-чуть сейчас будет пресс-комбинации Либермана. Я тоже беру на себя смело сказать, что, по-видимому, он не выполнит полностью свое обещание, которое он дал два года тому назад, что выделил своих постов. Он уйдет с поста министра, поскольку даже из этого он мог бы и не уходить. Есть такое мнение, его адвокаты ему представили, но сейчас политика, сейчас выборы. Он не будет идти на прямой конфликт, поскольку даже если он скажет нет, то завтра Зараба Гальон подаст высшую суда справедливости. Его заставят уйти, поэтому он уйдет с поста министра, но он останется в кнести, останется главой партии, поскольку, да, он говорит, милаш или из-за милаш, но я давал слово-то по поводу другого дела, не этого дела. Вот то было серьезно, а это, ребята, ну что, поскольку и Либерман понимал, что ему все равно вставят иск, все равно будет что-то, поэтому вот сегодня, я давно это говорю, то есть с того момента, когда он подписал соглашение с Лигоном, я говорю, что это был ход. Вот, именно вот на этот случай, поскольку он понимал, что будет соглашение, он будет выможен уйти, и даже если он уйдет с поста министра, самое главное, когда он шел бы своим списком, то на него были бы все прожекторы, и была бы очень большая критика. Сейчас он в тени, он второй номер, главой списка является не он, а Биби, поэтому он может себе спокойно позволить уйти с поста министра, он не теряет партии его, судя по опросам, потерял бы достаточно много, а сейчас не теряет ничего, то есть он сумел очень хитро и ловко все это предусмотреть и обойти. Об этом мой к вам вопрос, к обоим друзья, это добавит Виктору Либербану популярности, лишних голосов на выборах или нет? Ну вообще, мучеников у нас любят, у нас все зависит от того, как это будет подаваться, понятное дело, что пресса, пресса, не имеющая баланса, она сейчас серьезно набросится. Какая, Макс, какая пресса, русскоязычная или ивритозызычная? Русскоязычная вряд ли, а ивритозызычная 100%, собственно уже, уже все сайты наполнены, да собственно, еще уже, там по-моему месяц уже пляски идут, и что самое интересное, что сегодняшнее решение Ванштейна, оно было в принципе абсолютно четко предсказано еще. То есть были, 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 абсолютно сливы, были все. Вчера четко, вот я сегодня посмотрел, то, что я написал вчера по этому поводу, да, абсолютно можно было не ждать, в общем-то, как прогноз было абсолютно точно, что здесь будет дело, так сказать, подвинуто, здесь будет по белорусскому, так сказать, дело будет, и вот даже с теми формировками, то есть все это было понятно, все это было ясно. На самом деле популярность, я думаю, что и не прибавит, а не убавит, я думаю, что вот сейчас еще какое-нибудь сумасшедшее мероприятие в наших непредсказуемых абсолютно психических выборах, и это потихоньку забудет. Я думаю, что это всплывет в роликах, вот в этих предвыборных роликах, кто-то будет очень серьезно, конечно, торпедировать этот момент, но дело в том, что не надо забывать, что у нас в Кнести это не первый и, наверное, не последний момент. И были у нас, так сказать, толкали господина Ольмерта, который, так сказать, находится примерно в сходной ситуации тоже в партии, и он долго очень раздумывал, пойти или не пойти, он не министр, понятно, он бывший премьер, но тем не менее к нему было отношение достаточно мягкое, спокойное и сбалансированное. Что касается Либермана, конечно, его будут бить по голове, а это будет возникать, это будет принцип бумеранга, это уже не первый раз. Я согласен с тобой, Макс, что это не сильно повлияет, потому что крови мало, тут как бы вот клубнички нет, ну что, ну да, ему посол посмотреть, ну продвинул, но ведь посол-то не назначили в конечном счете, ничего не получилось, поэтому как бы, потому что какой-то урон сильный нанесен, украл, убил, изнасиловал, писать-то, посол-то не о чем было, там что-то такое, не злить, но толку с целой будет мало, потому что, опять же, если Либерман был бы главой партии и шел бы в своей партии, тогда да, а сейчас он в тени, там 38 человек в этом списке, он сейчас будет не высовываться, поэтому огонь критики будет, конечно, будет на Бибе, на всех остальных, поэтому, что еще очень интересно, я видел такой закрытый опрос, что если бы Либерман шел бы отдельным списком и был бы поднан заключение, то он потерял бы 4-5 мандатов в пользу Ликуда, и не русских, то есть те изделения, которые голосуют, ушли бы в Ликуд, но поскольку он сейчас внутри Ликуда, то все остается в семье, никуда эти голоса не уйдут, поэтому электорального удара я не вижу, морального удара, ну что, ну, мы шире тут дело на десятки миллионов долларов, а получилось тому, что посмотрел бумажку. Но дело в том, что, я прости, дело в том, что Либерман и так пинают, вот уже ШАС там нарисовал его на автобусах, посмотри, это не было оскорбление, это не оскорбление, я имею ввиду, что все равно пугалка Либерман, она существовала, это теперь будет пугалка еще с одним каким-то привкусом, вот таким вот уголовным, да, дело в том, что, посмотри, почему-то путь к сердцу русского избирателя у наших большинства, так сказать, альтернативных партий, я имею ввиду, не Либермановских, он все время лежит через критику Либерману, я не знаю, почему-то, наверное, руководители этих партий считают, что чем больше они бавахнут Либермана, тем больше русских за них проголосуют. Ешатит Лапидовский, Авода, Тнуа, у них все, Мерец вообще, да, у них вся предвыборная кампания направлена на русского избирателя, она построена через Либерману. Ну, это же неестественно, поскольку партия Либерман получает большинство русских голосов, чтобы что-то оторвать, нужно попытаться его дискредитировать. А почему не предложить альтернативную программу, чтобы я за тебя проголосовал? А нет. У меня к вам самый короткий еще вопрос, и мы заканчиваем сегодняшний разговор. Если бы дело посла закончилось тоже ничем, пшиком, осудили бы Либермана за то, что он, я знаю, переходил дорогу на красный свет? Не исключено. Не исключаю ничего. Я думаю, что в рентгене каждого из нашего политика что-нибудь можно найти. А если очень постараться, то всегда. Несмотря на то, что мы живем все-таки не в России, а в достаточно правовом государстве, но политика это вещь такая, где что-нибудь обязательно, какая-нибудь грязишка прилипнет. Скелеты у всех есть. Ну да. Ну так я помню, когда Либермана там, по-моему, за то, что он какого-то мальчика накричал там соседскую... Не избил. Избил, избил. Ногами, ногами по голове Владимир жуткий. Владимир, да. Так если не избил, значит перешел действительно на красный свет. Почему нет? Он тогда заплатил штраф за это. Кстати, я не советую относиться к этому делу с послом, очень так это легко, поскольку для человека, когда занимает общественную должность, обвинение в нарушении общественного доверия на самом деле очень серьезное. И ведь Ольмир тушили не только взятки, но именно на нарушение общественного доверия, поскольку если его суд признает виновным, то там может быть что-то очень серьезное. И ведь дело не в величине наказания. Ему могут дать там три месяца общественной работы, но это будет колонн, то есть позор, и тогда все. Тогда 7 лет... Мне почему-то кажется последнее... Так что не нужно к этому легко относиться. Я бы, честно говоря, в статью о нарушении общественного доверия включил бы пункт о невыполнении предвыборных обещаний. Вот тогда было бы... Тогда все сидели бы. Спасибо, друзья, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова